Всем добрый вечер. Играю в Blitz на Личейсе. Ну и попробуем разыграть сицилянку. Ну как вы видите у соперника довольно хороший рейтинг. Ну и вот он играет закрытую сицилянку. Но правда это еще не гарантия. То есть часто белые потом все равно переходят к... Играют не в 3, а в 4. Переходят к открытой сицилянке и в 4. Ну давайте не будем играть в d5 раньше времени. Разыграем эту схему. Ну и вот как вы видите белые все-таки поставили. Поставили d4 и цдкн d4. Ну и вот получился такой немножко странный пауз. Не знаю в чью пользу, но... Есть подозрение, что белые смогли немного навариться по сравнению с... Стандартными позициями. Проба срадить b4, конь f6. Ну если e5, то конь d5 неизвестно в чью это пользу. Есть еще ход конь g3. Я не знаю, стоит ли здесь рассматривать h5, h4 или нет. h5, e5, h4, ef, hg вроде явно в пользу чью. Давайте попробуем. e5 действительно, но это h4. Мне казалось, что это невыгодно для белых. Конь 1. Конь 1, да, это грамотный ход, потому что если конь шел бы на e2, то там после слона c5 совсем серьезные проблемы начинались. Ну, по-любому, черных должно быть неплохо. То есть, например, вот шах, конь f2, конь e4. Видимо, придется менять слона, но и такой белопольный слон должен быть очень силен. Слонеты. Правда, черные, белые меняют или изгоняют чернополы. Это, конечно, для них приятное обстоятельство. Ну, ничего. Кстати, подгаживает слон b5. Вполне можно зевнуть. Учитывая контроль времени. С другой стороны, слон b5, там есть ферзи 4. Так что, на самом деле, это даже не зевок будет. Вот поэтому соперник это понял и играет h3. Вот довольно обидно для меня, что черные, конечно, не успели сыграть h3. Ну, ничего. Слон b5, ферзи в 3, ладья c8, ладья c1. Слон c6 обратно. Ну, давайте попробуем. Да. Или можно пока... Наверное, не ставить туда слона. Правда, после... Ну, давайте попробуем 2 0. Я хочу сыграть f6 как можно быстрее. Конь пока связан. Вот это важно. Белые сразу его развязывают. Теперь уже уражают конь e4. Видимо, я должен играть с нут c6. Ну, и давайте попробуем f6. d3, но вот здесь ферзи в d4. Все это, конечно, несколько более... Ну, скажем так... Предполагает более обоюдные шансы, чем мне бы хотелось. Ферзи в 4. Белые, видимо, заходят за этой пешкой, но... Все-таки их фигуры пока расположены довольно плохо. То есть, вот мне надо попытаться что-то сразу извлечь. Тут слон e4. Может быть, хочу ладежь f6. Правда, белые могут взять на h4, вообще-то. Но ладежь f6 какой-то ход сделать. Хотя, какой-то ход это не так здесь элементарно. То есть, может быть, конь e1. Но конь e1 обидно, и там еще на b2 висит. Держи 1. Туда ладится 2. xd8. Король f7. Конь e5. Ферзи 5, fe. Ладежи 2. И там я не могу ферзя садить, к сожалению. То есть, придется ничью делать. Ну, ладно, в крайнем случае есть король h7. Ладежи 6. Сразу конь e5. Но сразу конь e5 это явно не то. Это вообще похоже на какое-то... клюк со стороны моего соперника. Потому что, ну, тут... По крайней мере, я ферзя съем. Кстати, он писал мне привет. Я этого не заметил. Видимо, какой-то... Знакомый. Ну, продолжаем с ним играть. Дебют рэти. Ну, нет. В итоге все сводится к... Варианту фианкета в стороне. К конь e6, конь e3. Ну, здесь у белых есть ряд возможностей. Ну, не так давно я смотрел ход херст c2. Ход очень редкий, но здесь есть определенная идея. Белый ставит ладью на d1. После этого он готов встречать b5 путем c5 всегда. И ладья оказывается как раз там, где надо. Ну, и другой, безусловно, плюс этого хода в том, что он... Обычно застает соперника врасплох. e5. Туда d1. Не знаю, конем или пешкой взять черным луч. Наверное, конем. Что-то конь попадает под бой, но... Тем не менее, соперник берет пешкой. Получается, что у меня есть возможность конь d5. Не знаю, насколько она выгодна, но выглядит заманчиво. Давайте попробуем. Конь d4. d4, d4, ed. Видимо, такая идея. На ферзь c7, на ферзь e2. Но как-то стратегически довольно подозрительно это смотрится. Нет ли у меня возможности что-то здесь придумать. Ферзь c7, видимо, не очень хорошо. Из-за конь e2, и там, в крайнем случае, конь c1. То есть я должен брать... Да, и может быть, на самом деле, ничего хорошего для белых-то и нет. Давайте тогда разовьем слона. Слон f5, скорее всего, последует. Развиться с темпом всегда полезно. Ну, я могу было взять на c7, ферзь e2, взять на b7, но... Я не уверен, что это здесь первый приоритет. Потому что там у черных тоже проходная d возникнет. Она пойдет вперед первая. Да, то есть, наверное, все-таки сыграю ферзь e4 или вот ферзь e2, я не знаю, как лучше. Не уверен, что я выбрал правильно, хотя ферзь e4 смотрелось пограмотней. Можно попробовать льяться 4, пойти и сбросить это качество. Хотя, пешку, конечно, хотелось бы выиграть бесплатно. Вот здесь слона 6, здесь ресурс. Наверное, довольно удобный для меня. Теперь висит на dc. Да, dc возможно, но структура получается, опять же, выгодная для белых. e3, c5. Давайте попробуем туда ла-19,5 забросить. Готовлю e3. Но, конечно, это стоило темпа, который в этой позиции, наверное, довольно важен. Да, помимо темпа, вот ферзь e7 я тоже не видел. Не знаю, насколько это опасно, но пешка на e2 висит. Такой сыграть ферзь e1, ладья d4, но... Может, это неплохая идея, кстати. Ладья d8 пока h3. Ладья d8 сильнее, скорее всего. Слон f1 попробую. Что-то интересно, уже четы сознательно допускается или нет? Похоже на зевок. А, ей все-таки сознательно, кстати. Очень интересно. Ей, теперь ферзь e4 с шахом пройдет. Сейчас, видимо, должен убирать ладью куда-то. Например, сюда. Времени, конечно, совсем нет. Скорее всего, флаг мне тут не удержать. g5. Да, ладья d1 начинает грозить. Кстати, очень неприятная угроза. Видимо, ничего уже у белых нет тут хорошего. Ну да, не видно хода. Вообще не видно хода. Ну, сдамся, да. Соперник, в принципе, играл неплохо. Белые, конечно, сохраняли перевес, но... Времени я тратил... Непозволительно много, и поэтому... Результат закономерный. e4, ну давайте попробуем e5 тогда. В первой партии была сицилянка. В принципе, все прошло неплохо. Но нужна какая-то вариативность. Тут у нас шотландка. Причем со словом b4. Один из наиболее неприятных для меня вариантов, но ничего. h3. Давайте, наверное, тогда не буду спешить с ходом c6. Сразу сыграл ладья e8. На ферзе в 3. Хотя b8. Да, ну теперь, в основном, висит на d5. Есть у меня какая-то возможность не... играть... c6. Сразу. Я хочу c5 поставить в один прием, в этом идее. Давайте попробуем слон e6. Все, на коне e2, скорее всего. Ну, попробую напасть на пешку. c5. Ну, и c3. Вполне логичное действие. Сбх сторон. h6. Я бы и не беру, то он и... Интересно и нестандартно играет мой соперник. Могу я пойти уже 5 и понятие 4? Вот вопрос. Давайте... Искнем. Так, g4. Близко к тому, чтобы поймать ферзя, но все-таки... Ферзь не ловится из-за ферзи e3. Слон f5. Ферзь d2. Да, и там, кажется, ничего нет. Правда, слон d3, как с d3, же аж довольно интересная позиция выходит. Ну, может быть, попробуем. Слон f5. Ферзь d2, кажется, вынужденно возьму. Возьму тут. Слон d6. Я думал, что аж же есть ход. Что я зеваю. Ферзь g3, король. Аж 8, например. А, ну и просто, да. И просто ладья уходит. То есть придется брать ферзь зона. Это очень, конечно, досадно для меня. Стоп. Правда. Там же ко мне 4 в конце. Ферзь d3, ферзь d6, ферзь f4, ферзь d6, ферзь f7. Давайте попробуем. Не могу посчитать. Еще одна издержка. Этого формата, в котором приходится. Комментировать. Ферзь d4. Да нет, тут мне еще коня как-то отдают, но не получается пока. Давайте тазак он е4. Да, ферзь f4. Вот это тот вариант, который я считал. Видимо, все-таки не досчитал до конца. Ферзь f6. Ферзь d5, вот ферзь f6. А то там ладьян d2 возвращается все-таки. Чуть-чуть не проходит. Другие идеи, может быть. Ферзь f8. Давайте попробуем. Ферзь f8, хорошо. Хотя, наверное, это еще слабее, потому что там f4 есть ход в конце. Видимо, надо брать. Да, играть f4, но... Может быть, это чуть ли не единственный способ здесь бороться за перевес, но вполне достаточный. Правда, ладья g8 я могу пойти и подержаться за эту пешку g. То есть вот не очевидно, на самом деле. Ладья e5 там нет, а закон d2. Да, так и сыграно. Конь d2, по-моему, такое ощущение, что зевнул соперник конь d2. Теперь еще конь f3 угрожает. Ну да, и тут позиция черных должна быть выиграна довольно-таки элементарно. Да, соперник грамотно играет. Не позволяет сразу мне все поменять, но, видимо, это все-таки получится. Просто он успеет ли мне снести флаг? Скорее всего, нет. Хотя, кто знает. Так, ну вот, начинаю я, то есть, неправильно реализовывать, конечно. Теперь он этим пользуется. Жду. Западовывать себя не стоило. Удалось не поменять ладьи. Ну и, к сожалению, наверное, не успею. Потому что прямув не работал должным образом. Но ничего, довольно интересная партия. Продолжаем с этим уже соперник. Чтобы знать, кто это. Снова дебют рейти. Снова переходит в старандийскую защиту. Ну и в прошлый раз ферзь c2 довольно неплохо мне послужило. Поэтому попробуем еще раз. e6. e6 в ходе не знаком, но вот, по идее, ладья d1 имеет смысл. Ождал от себя ладья кохода ферзи e7. db8 тоже вполне стандартно для этих позиций. Сырка ладья b1. Довольно хитрая идея. Но b5 хочу взять и пойти b4. То есть, поля c4, оно сдается, но вот черный довольно сложно воспользоваться этим. Конь e7, ну и e4. d5. То есть, после e5 черные собираются вести коня кружным путем на c4. Я могу играть аналогично, вести его на c5. В принципе, перевес пространствий на королевском фланге мне на пользу. Поэтому, сыграю подобным образом. Здесь еще а4 есть возможность. Довольно заманчивая. Потому что c6 не выглядит хорошо из-за a5. И теперь непонятно, как коню попадать на c4. То есть, у меня развязаны руки на королевском фланге. Но, правда, очень неизвестно, кто будет на нем играть. Соперник это тоже подмечает. Конь e6. Но, по идее, все-таки вот эти слабости по черным полям должны сказываться. Слон e5 не стоило играть из-за слона h6. Ну, раз уж поставил, то теперь буду пытаться как-то оправдать. Видимо, сперник ведет коня на c4. Но я вот уже не уверен, что в данной позиции это приоритет. Нет, h6. h6 ход слегка загадочный. Какой конь e2. Кстати, обратите внимание, что висит на c6. А конь идет на f4. И сперник вообще игнорирует. Все это играет конь e4. Не выглядит убедительно. Пешку вроде бы можно взять. Можно сыграть конь e5. Но пешка слишком вкусная по виду. Чтобы удержаться от взятия. Слон d7. Видимо, придется возвращаться все-таки на базу. fxb7 ничего не дает. Ну да. Не стоило так много времени на это тратить. fxb2. Обратите внимание, черным здесь несколько помогает. Конь e4. Правда, я кунь h, конь e5 есть ход. Кажется, ничего не висит. А, черным таким образом отдают качество. Но здесь в это не верится. Потому что я могу, наверное, взять еще после bc слон e4 и b5 пойти. Или d5, потом b5. Как-то в разных комбинациях. Эти ходы возможны. Сперник просто сдался. Ну, продолжаем играть с ним. e4. Давайте теперь каракан сыграем. Почему бы и нет. c4. Ну и перейдем тогда сцепрник играть c4. Так называемая атака штрейнера. Здесь я часто перехожу, на самом деле, как это ни странно, в староиндийскую. Конь d7, g6, стан g7. Ну да, это не самый принципиальный вариант староиндийки из-за черных. Но позиции для блица довольно-таки приемлемые. Не могу сказать, что мне h3 хоть нравится, потому что теперь не очень удобно защищать пешку. f3 будет означать то, что у белых появятся хронические слабости. То есть, видимо, слон f3 надо играть. Ну, слон f3, сами понимаете, что слон стоит не там, где он должен стоять. Должна, конь d7. Грозит конь e5. Я хотел сказать, но, видимо, там слон e2 просто. У меня ничего сразу нет, к сожалению. Поэтому попробуем h5. Раз уж белые определили свой королевский фланг, есть смысл расковырять немножко сильнее. h4, видимо, h4. И вот тут вопрос в том, успею я предотвратить f4 с нехорошими последствиями для себя или нет. Надо это как-то делать в динамике. Давайте, ну, конь e5, наверное, стоит сыграть, висит на c4. Херзь e2. И вот тут что-то должно быть по виду, но я не вижу, что. Можно, конечно, обойти g5. И, в принципе, ход стратегически оправдан, но хочется как-то, повторюсь, косвенно защититься от угрозы f4. Возможно ли? Видимо, нет. Пока, не менее, меня не видно. Ну что ж, g5. Конечно, ход весьма боюдоострый, потому что поле f5 я отдаю. С другой стороны завоевываю много черных поля. Здесь я кончу 4, удар. Выгодный для меня или нет? Ну, по виду должен быть. f4. Меняя чернобылов, опять же, стратегически позиция практически выиграна у черных, но вот надо следить, чтобы не получилось никакой, никаких матовых неприятностей. f6. Ну, вроде бы все нормально. На основе e5 есть ферзь f3, de. Или ферзь e5 тоже возможно. Но давайте все-таки ферзь f3. de теперь висит на g4. А конь идет через e6 на g5 или на d4. Ну да, подвести, конечно, тут подавляющий поидень. Кроль h3. Пешку, скорее всего, можно отдать без особых последствий. Кроль h4. Там еще Кроль g7 с идеей ладья h8. Ну, ход Кроль g7 на наличный, кстати, потому что это не было в этой позиции первым приоритетом. Да. Может быть, теперь он не получит кое-какую контрагрузу из-за моего поспешного действия. Но ничего. Кроль d4. Слова хочу поставить на e6. c5. Ну, как-то вот надо теперь уже что-то до королевского фланга добираться. Не так легко. Давайте попробуем ладья h6, может быть. Хочу сдвоиться, а может быть, второй ладью поставить на g6. Ферзь и фланг пока полностью игнорирую. Считаю, что это не первый приоритет тут. ладья h6. Кроме того, что и удивительно, что ничего нет у черных. Но похоже, что действительно ничего нет. Ладья h6. Ладно, обратно. Кто-то попытается что-то придумать. Может быть, ладья h4, кстати. Да, теперь пешку неудобно защищать. Да, поэтому ладья h6, кунь e6. Ну, тут, конечно, оценка сомнений не вызывает. Если бы я не издевал бы ладью. Один ход, но соперник ее не берет. Комментарии, на самом деле, излишни. Ко всему этому. Вопрос в том, успели я за 18 секунд выиграть вот эту выигранную позицию. Скорее всего, зная себя, скажу, что не успею. Правда, меньше фигур, это всегда хорошо, в такой позиции. Сперник вот создает эти мелкие неприятности, то есть не позволяет сразу усилиться. Это очень всегда тяжело бороться на флаге. Все-таки удается отгрызть c5, и теперь надо вести пешку b. Ничья уже есть, потому что Личес фиксирует ничейный результат в таких ситуациях. Но должен успеть. Примуф работает немного лучше, чем в предыдущих партиях. И да. Продолжаем. Правда, соперник пока не спешит принимать вызов. Да, видимо, с учетом 3,5 на 1,5 этот матч будет завершен. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...